К сожалению, сейчас из-за локдауна это закрытое место, можно было подойти к озеру. Обычно мы прославляли это озеро, это святое место, находясь на его берегу. Но сегодня, к сожалению, невозможно. Швичитания, Швичитания Нитина Добра Бо, настолько милостив, что даровали нам здесь место недалеко от Санкаршана Кунта. И сейчас я хотел бы, чтобы Шипат, Шипат Шидар Мохарач прославил это озеро, это святое место, куда мы пришли. Место, куда мы пришли, называется Санкаршана Кунта. Стре Кришна Чайтанна Прабудистянинда, Крият Ваи Тагададхарит Риватадхи, Гаврухат Табринда. Бала Хри Кришна, Хри Кришна, Хри Кришна, Хри 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 Хри. К сожалению, из-за локдауна мы не смогли совершить очиман. И, как обычно, в течение многих лет мы прославляли это озеро, это святое место, находясь на его берегу. Но сейчас, по милостейшей Нейтенада и Шипа Уранга Прабудистянинда, мы находимся поблизости. Место, куда мы пришли, называется Санкаршана Кунта. Когда мы начали Парикраму, не было места, где Кришна не совершал свои удивительные лилы на Гирираджа Гавартхане. Любая пещера, каждое местечко у склона Гирираджа Гавартхана на его вершинах, оно хранит на себе божественные отпечатки Стоп Шри Кришны в Чиматятхаране и в Раджагопе. И эти разнообразные игры, они постоянно происходили на Гирираджа Гавартхана. Место, которое мы прошли, называется Данягат. Кришна, Он стоял вот на этом месте, в начале Гирираджа Гавартхана, с начала нашей Парикрамы. Когда мы начали, мы пришли в это место, и Он просил такс у Раджагопе. Такс, что означает налог, для того, чтобы они могли пройти мимо этого места. Гиририраджа Гавартхана, Гиририраджа Гавартхана имеет 11 лак коров, а на Дамахараджа 8 лак коров, и нет ничего того, чтобы им не доставало. Почему? Шри Матятхаране является Ишваре. Почему она должна идти продавать? Я не понимаю, что... Что? 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 Когда Кришна совершил... Почему? Харе Кришна, они слышали? Харе Кришны, ты слышишь? Когда Кришна остановил поклонение Индре, Он сказал, что не нужно поклоняться Индре. Почему? Потому что мои Браджабаси находятся у подножия Гирираджа Гавардхана. И лучше поклоняться Гирираджа Гавардхана, Браджабаси, которые имели особое настроение любви к Кришне. Кришна каждый день принимал что-то с большой любовью, в особенности то, что готовила Шимать Радхарани. И эти особые любовные отношения, которые прослеживаются в течение всех игр Кришны, позволили Браджабаси прислушаться к словам Кришни. То, что он сказал, что не нужно поклоняться Индре, он остановил различными аргументировал. Это достаточно логично, что все Браджабаси не поверили Кришне. Кришне тогда было всего лишь 7 лет, 2 месяца. В то время, когда он поднял Гирираджа Гавардхана, он подумал, что Кришне поклонялись каждый год. Но почему именно, когда в 7 лет Кришне исполнилось, он решил проявить эту особую лилу? Почему не раньше? Он хотел прославить Гирираджа Гавардхана, что он является не просто обыкновенной горой. Кто такой Киририрадж Гавардхан? Своям Кишориджи, который служит Шиматья Тхаране совершенно благополучным образом. Точно так же, как сердце Шиматья Тхаране настолько милостиво, так же, что Гирирадж Гавардхан, проявившись из сердца Шиматья Тхаране, очень великодушные и щедрые. По этой причине Кришна, он хотел прославить Гирирадж во всем мире. Поэтому он остановил поклонение Индре и установил поклонение Гирираджа Гавардхану. Он сказал, что не нужно поклоняться Индре. Вы должны все принести свои отношения и молитвы, и поклонение Гирираджа Гавардхана. Если кто-то о чем-то попросит, разве Индра сможет удовлетворить ваше желание? Например, кто-то совершает аскезы. Индра, он очень волнуется. Почему? Потому что он думает, что кто-то займет его место. Гирирадж Гавардхан настолько милостив, он может исполнить желание сердца каждого. Кто такой Гирирадж Гавардхан? Это сам Сакшат, Кришна Чандру, Вишна, Харидас Абарья. Кто такой Гирирадж Гавардхан? Он является Харидас Абарья. Он является самым высочайшим слугой всех слуг Кришны. И не только Харидас Абарья. Он также является Харидасе. Челакурадев говорил об этом. И наши все Госвами, Санатана Госвами, являясь Лавангой Маджария, Рупа Госвами, Рупа Маджария, Джива Госвами, Виласе Маджария, Рати Маджария, Ширагунат Хадас Госвами. В чем заключается их молитва, обращенная к Гирирадж Гавардхану? Гирирадж Гавардхан, будь милостив к нам. Пожалуйста, даруй нам место у своих лотосных стоп. Почему они молятся Гирирадж Гавардхану? Имеется уже очень много возвышенной Маджарии, кто имеет богатство, которое может одарить их. Поэтому эти возвышенные Маджарии в форме нашей Гуру Парампоры, наши Ширага Госвами, обращают свои молитвы к самому возвышенному Харидасу, к самому Гирирадж Гавардхану. Кришнадас Квирадж Гавардхану также объясняет, до тех пор, пока мы не обретем прибежища лотосных стоп истинного сада, не поклонения полубогам, не аскезы и не изучения ветра, не позволит вам в действительности обрести истинное прибежище лотосных стоп в саду. Имеется большое количество садов. Шиматерин Харани, она сама говорит, обращаясь к Гавардхану, их молитвы, они необычные, они несравнимые. Саки и Манджари, они молятся Гирирадж Гавардхану, потому что он является самым возвышенным Харидасом и всех слуг Кришны. Он совершает различного вида служения. Когда Кришна прикасается, подобное Гирирадж Гавардхану, и сразу же потоки воды начинают извергаться, и образуются водопады. Когда Кришна совершает свои удивительные лилы, пещера Гирирадж Гавардхана, кто может исполнить все желания, потому что ты являешься Харидаса Варья, самый высочайший всех слуг Господа Кришны. Кришна, какие лилы Он совершает на Гирирадж Гавардхану, для того, чтобы удовлетворить желания Кришны, и также для удовлетворения желания всех окружающих, Кришна остановил поклонение Гирирадж Гавардхану. И все, что в Раджабаде приготовили, качори, чапати, рис и так далее, из-за того, что Гирирадж исполняет все желания, Он сказал, сколько уже времени Вы поклоняетесь Индре. Когда Вы будете поклоняться Гирирадже Гавардхану, Вы сможете обрести его даршан. Ведь Вы же никогда не видели Индру, Он никогда не даровал Вам свой даршан. Но если Вы предложите Гирирадж Гавардхану, Вы сможете увидеть его прекрасную трансцендентную форму. И тогда в Раджабаде подумали, как это возможно, Гирирадж Гавардхан может нам даровать даршан. Очень много деревень, которые окружают Гиририрадж Гавардхану, 35 деревень. И они все принесли подношения особые. Анукут означает это гора, гора риса, гора сладостей и так далее. И поэтому весь Гиририрадж Гавардхан был переполнен всевозможными вкусами приготовлений, которые приготовили для него с большой любовью. С одной стороны, Шигирирадж Гавардхан, он принял все подношения. Почему? Потому что он, являясь Айшваре, и также, то есть он находится в Ашрае, это Ашрая Татва и Вишая Татва. Как Ашрая Татва, он служит Шри Кришне в его прекрасных лилах, а как Вишая Багавану, сам Шри Кришна, которому предложили все с большой любовью, с листочками туласи, с водой, ему предложили очень много обхоги. И он проявился и сказал, что я являюсь Гиририраджем Гавардханом. Любой, кто может даровать, хотя бы немножко, пожертвовать для служения Гиририраджем Гавардхану на Анукут фестиваль, то тогда личность, которая это сделает, его дом будет всегда переполнится всевозможным, то есть он никогда ничего не будет иметь недостатка. Но тот, кто ничего не предложит, и оскорбительно отнесется к поклонению Гиририраджем Гавардхана, то он будет очень беден, потеряет свое благочестие. И когда Гиририраджем Гавардхан все почтил, он опять начал звать, Ануре, Ануре, обращайся, я хочу еще, но в Раджабасе, из-за того, что они все уже предложили, сказали, о, Гиририраджем Гавардхан, будь удовлетворен. И тогда они предложили ему тамбу, листья бетели. И тогда друзья Кришны обратились к нему. Посмотри, Кришна, когда мы поклонялись Индре, мы могли то, то, что мы предлагали Индре, мы могли потом почтить. А посмотри, мы предложили Гиририраджем Гавардхану, и ничего не осталось. На следующий год мы будем поклоняться Индре. И тогда Кришна сказал, «Закройте глаза». И когда они закрыли глаза, то Гиририраджем Гавардхан своими собственными руками вернул все то, что они предложили ему, все их подношения. Это означает то, что Шибагаван, Гиририраджем Гавардхан, он никогда, он никогда ничего, как бы не оставит вас, чтобы у вас в вашем доме не было зернышка или чего-то, что вы могли бы приготовить. Поэтому даже более, если вы предложите совсем немного, к вам вернется большое количество. Поэтому это место называется Ани-Йор. И это вот, вы знаете, здесь также находится Гапаладжи, который обнаружил Матхавендра Пори Пуат. И также здесь совершился большой, большой Анукут-фестиваль в честь того, что явился Гапаладжи. И также Матхавендра Пори Па совершал здесь свой баджан. из-за того, из-за того, что в то время была большая опасность от мусульман, и поэтому по джаре он взял Гапаладжи и спрятал его в джунглях. Но когда Матхавендра Пори Пат сюда пришел в состоянии смирения, он никогда никого, ни о чем не просил. Все, что приходило к нему, он принимал. И сам Кришна пришел к нему и принес кувшин с молока. И он сказал, «Баба, почему ты все время сидишь здесь и не уходишь, и пикшу не просишь? Моя мама прислала меня, прислала, чтобы я принес тебе молоко. Возьми, пожалуйста. Когда я закончу пасти коров, я обязательно вернусь и возьму горшок». В то время, когда Шри Кришна ушел в Матхавендра Пори и погрузился в источненное состояние, слезы начали идти через его глаз, он почтил это молоко. И когда он погрузился в сон, это было как... И он увидел сон, в котором сам Кришна пришел и сказал, «Пожалуйста, Матхавендра Пори Пат, я ждал тебе столько времени, когда ты придешь, пожалуйста, освободи меня». Я нахожусь в джунглях. В то время, как мусульмане атаковали храм, я был спрятан в джунглях. «Пожалуйста, освободи меня». И тогда Матхавендра Пори Пат пошел в деревню, пригласил деревенских жителей, и они обнаружили Гапаладжи. И когда совершился обешив, в течение целого месяца совершали Анукут-фестиваль. Со всех деревень жители приходили и приносили очень много в Хоги для того, чтобы предложить Гапаладжи. А сейчас мы продолжим Харикатху, а затем будет завтрак. Это место особенное. Оно находится у подножия Гирираджи Гавардхана, который исполняет все желания сердца. А у нас единственное желание. Вот в этой шлоке объясняется «Одна единственная садья, Кришна према». И также шлоке Дева говорил, что под руководством Шимачатхарани, Маджария Пава, в желании служения Югала-Кишара, это является нашей проезженной целью, нашей духовной практики. «Gрая, bajo вода, гордержка». «Галого бхауса, товud Swami Песня. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Ламу, Харе Ламу, Харе Ламу, Харе Ламу. Прежде всего, я хотела бы предложить мои уважительные поклоны моему Горопаду Падме. Детели оправить, что он Вишнупада, что Тарашат Ачишимаду Таршилавама, Госвами Мухараджа. И также он Вишнупада Прамахамспарджа Качарья Варьяш, что Тарашат Ачишимаду Таршилавама, Госвами Мухараджа. И всем собравшимся с Саньяси, Ган, примите мои Дандават Прамамы, всем Вишнавам и Вишнавам, которые собрались, чтобы участвовать в Гарудхана Парикраме. Пуджи Павла Чидар Махарадж ничего не рассказал о Санкаршанакунде. Я хотел бы объяснить. Хари всегда является поклоняемым, он является Господом всех богов. Но вы должны знать, вы не должны критиковать Браму или же полубогов. Дэвата Индра, он является головой. Почему? Потому что если его не будет, то голова не будет работать. И также его сын Арджун, он будет очень недоволен. Если вы будете критиковать моего отца Индру, и он так посмотрит, очень подозрительно, Ашила Махараджа, Ашидара Махараджа. И также вторая точка зрения. Он перечислял все, что предложили Гирираджу Гвардхану в женской форме. Что это только касается женщин. Ашидара Махараджа говорил таким образом. И Шипатмадо Махараджа шутит. Это озеро называется Санкаршанакунде. Когда Кришна и Баладев, и также их друзья, пастушки, они совершали холи и бросали краску друг друга. Однажды один демон увидел, что Гопи настолько прекрасный, и он прятался. В Раджа Гопи увидели его, испугались. Они позвали Кришну и Балараму, и они увидели этого Шанкачура, демона, который прячется за Гопи, подобно привидению. И тогда Кришна обратился к Баладеву. Ты должен остаться, а я сейчас... То есть мы должны защитить. И они побежали. Шанкачура у нас... Шанкачура оставил в Раджа Гопи, чтобы спасти свою жизнь. И Кришна продолжал бежать за ним. И наконец-то убил его. И взял у него этот драгоценный камень, который находился в его голове. Но он не мог отдать его Шанкачура перед всеми. Потому что Кришна, он всегда говорил себе в Раджа Гопи. Каждой Гопи он говорил, я люблю тебя больше всех. Как же он мог при присутствии в Раджа Гопи отдать этот драгоценный камень Шанкачура. Он дал Баладжи. И он хотел просто показать, что он уважает Гуру Варгу, потому что Баладев Прабу является Канда Гуру Татвай. Дауджи понял, почему Кришна дал ему и передал ее Лалите. А Лалита Даништа передала Шиматиадхарани. Это Санкаршан-Кунда. А рядом находится Гори-Кунда. То есть так как Шиматиадхарани, так как Уран является поклоняемым божеством. то есть она поклонялась Богу Солнца под предлогом А точно так же Чандрава Лид под предлогом поклонения горе, я не поняла, горе. Она приходила сюда, в это место, чтобы встретиться с Кришной. Когда Кришна приходил в группу Чандрава Ли, в этот момент попугай Лалиты передавал сообщение, этот черный Кришна находится на горе Кунда. Как же, каким же образом привести его к Шиматиадхарани? Тогда Рати Маджари Лаванга, Виласи Маджари, он перечисляет всех наших ведущих Маджари. Они думали о том, как Кришну привезти. Кто должна пойти? Рупа Маджари. Все стояли, немножко вдалеке, а Рупа, она должна была прийти в группу Чандрава Ли. Основные Маджари, они находились недалеко. Рупа Маджари, она обратилась, начала кричать, спаси меня, спаси. Все вокруг подумали, что случилось с Рупа Маджари. Чандрава Ли, Шиматиадхарани, все эти врача гопи, которые находились также поблизости. О, пожалуйста, спасите врач. Да что же произошло во враче? Очень большой демон пришел, и он похищает, он сокрушает всех коров. Пожалуйста, Рупа Маджари, она была уже почти готова потерять сознание. Наконец, и она совершала эту драму. Все подбежали, начали подавать ей воды, обливать ее водой, но она продолжала говорить о том, что демон пришел. Пожалуйста, спасите врач. И когда спросили, где же этот демон находится, она показала в сторону Радакунга. И тогда Чандрава Ли и все из ее... И когда они услышали об этом, Кришна сказал... И Чандрава Ли, они сразу же ушли. Кришна остался. В этот момент все Маджари вышли, и они начали обвинять Кришну. И Кришна понял свою ошибку, то, что Он не пришел на свидание с Шимачатхарани, и Он просит прощения. Они привели Его в это место, и встреча произошла. Для того, чтобы... Чтобы сделать все необходимое, чтобы Радхи с Кришной встретились, в Маджари, они постоянно, служанки Шимачатхарани, думали о том, как лучшим образом это сделать. И каждый раз к ним приходили различные идеи, которые помогали им в служении Радхи и Кришне, чтобы они встретились. Радхи с Кришной встретились. Радхи с Кришной встретились.